Привет, друзья! Меня зовут Матвей Купрейчик, я из Байпол. Наша организация продолжает рассказывать и показывать вам за кулисье будни так называемых силовиков. Те срам и грязь, которые скрывают и без того измазанные кровью мирных белорусов мундиры, опричников, диктаторов. Реальную жесть, о которой вам больше никто и нигде не расскажет. Возможно, кто-то задастся вопросом, а насколько вообще этично выносить на публику личную жизнь, пусть даже и преступников? Ответим также вопросом. А насколько этично вмешательство в личную жизнь мирных граждан со стороны как раз-таки этих цепных псов Лукашенко? Сколько горя разрушенных семей, детей-сирот и детей, брошенных режимными служаками, в приюты или высворнутых из страны. При живых-то родителях, брошенных за решетку, не за пьянство, не за разбой, не за аморальное поведение, а лишь за нежелание жить при диктатуре. И добавлю, как раз предание огласки истинной сущности этих, без преувеличения тварей, их и страшит более всего. Ведь одно дело, когда тебя облизывают прикорытные пропагандисты и стряпают о тебе хвалебные материалы. И совсем другое, когда каждый живущий в твоем дворе и в твоем подъезде знает, какая ты на самом деле тварь. Когда тебя презирают, не здороваются с тобой и даже попросту брезгуют вместе ехать в лифте. Ну и в конце-то концов, мы же с вами имеем право знать, кто за наши с вами налоги прислуживает дряхлому, а полоумевшему старику. Сегодня как раз давайте и поговорим об отношении верных диктатору-опричников к верности – супружеской. Я знаю, что каждому сотруднику жены, когда он уходит, их и крестят в спину. И в окно смотрят и провожают. Подсловицу «Муж в дверь, жена в дверь» разберем на примере представителей так называемой милицейской элиты, а именно героя прежних материалов байпо – гриба Андрея Анатольевича и его не более благоверной супруги – гриб Вероники Михайловны, а также их высокоморальных взаимоотношений. Представим наших недогероев. Фальсификаторша выборов со стажем «Гриб» Вероника Михайловна в 2020 году в качестве секретаря избирательной комиссии номер 65 города Минска, размещавшейся в школе 172, также принимала непосредственное участие в подтасовке результатов голосования в пользу Лукашенко. Состав комиссии выдвигалась от белорусской аграрной партии. Так же, как и во время избирательных кампаний 16-го и 19-го годов, председатель первичной профсоюзной организации «Минская ТЭЦ-3» РУП «Минск Энерго». Ее муж, гриб Андрей Анатольевич, в марте 21-го года занимал должность начальника Борисовского РУВД. Я напомню, именно на подотчетной ему территории, в тот злосчастный март, бесславные ублюдки из Губопик реализовали провокацию на якобы покушение на совершение подрыва СВУ. Тогда каратели утверждали, что теракт был организован байпол посредством исполнителя Вячеслава Маличука. Хотя на самом деле тогда байпол как раз-таки сорвал кровавые планы карателей. За тот теракт, пусть и не удавшийся, верные псы режима получили награды. Не забыла система и о тогдашнем начальнике Борисовского РУВД. В результате он был назначен на должность посытнее. Начальником отдела Департамента обеспечения оперативно-розыскной деятельности. Самые засекреченные структуры МВД, о которой, кстати, байпол также неоднократно рассказывал. Впрочем, март 21-го Андрею Анатольевичу запомнился не только участием в раскрытии фальшивого теракта. Как известно, в органах внутренних дел начало весны – это пора знаменательных дат. День милиции, 4 марта, плавно перетекает в празднование 8 марта. Ну а для Андрея Анатольевича ровно посередине между этими датами есть и еще одна. 6 марта – день рождения иногда верной супруги. Ну а теперь – самая грязь. Давайте насладимся праздничной атмосферой, которая царила в те дни в семействе Гриф. И даже немного раньше. Накануне затяжных праздников Мегера со стажем Вероника Михайловна наносит супругу превентивный удар в виде претензий. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Саша, посмотрела на тебя, а что-то не видно, чтобы ты похудел. Ну так правильно, потому что сижу на одном месте, поэтому, блядь, как можно похудеть, сидя на одном месте. Люди идут и идут, чтобы даже встать некогда. Конец месяца. Всем надо подписывать отчеты, шмоты и все остальное. А ей конец месяца все то же самое. Не знаю, что Бориса вам делать с этим, как мы будем с тобой разъезжаться, съезжаться. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Разберемся. На выходные подпишет. Я с тобой, Бориса, может, если только поеду сюда пить не будешь. Ладно, все, давай. Ну, а то я смотрю, ты нашел себе губкомпанию, скоро спойтят тебя. Точно. Ну вот увидишь, я тебе просто говорю, уже не солнце. Все, не дури ты голову, херню-ка там, или что, действительно, смешно. Ну, тебе уже смешно. Давай, пока. Дальше больше. С приходом горячей поры мартовских гуляний, тема супружеской верности выходит на новый уровень. При этом вопросы появляются не только в отношении мужа, но и его жены. Вечером 5 марта 2021 года Андрей Анатольевич вернулся с корпоратива из Жодина в Борисе. Да, Андрюш. Ну, что ты не звонишь, не пишешь? Где там пропала? Ну, я жду тебя, что ты едешь за мной, заберешь меня в Жодина. А ты где в Жодина? Все, Жодина уже закончилась. Все? Где уже? В Борисове? Не выезжаю в Борисове. Так я за мной уже. Да куда мы в Борисове ехали? В Барисове. Ну? Да я шучу, господи, мы тоже пьем шампанское, вот дарили цвитарков. Цвитарков? Ну, а уже хлопцы одни, вот видишь, сидят у меня. Ну, так вот гляди там, чтобы не взяли тебя в оборот. В оборот? Да. Это с моих хлопцей, ты вчера знакомил, да, с ними. Андрюш, что тут приехать? Проезжай, дорогой. Тихо. Да, ну ты иди, вот и уда есть, вот еще две мальчишки, все отпустят. Упс, имеется синий. Сколько вы там собираетесь еще? Ну, я ж не знаю, ты не заберешь, так я и поеду домой, а если не заберешь, так будет до утра. А-а-а. А-а-а. Ты купил, что я тебя просила? Нет. Да. Честно? Ну, конечно. Ну, шашлыков не привези хоть завтра. Ну, посмотрим на твой культ. Ну, так не посмотрим, не ешь, пожалуйста, свою долю, наложи себе тарелку и закрой. Это на тот день рождения вообще-то. Все, давай, я тебя жду, пока, целую. Ваня там звонил, ты не звонил, где он? Нет, я не звонила. Ну, позвали вечером, хорошо? После бары. Пока, целую, пока. Далее в грибной Санта-Барбаре появляется сын Иван, который сообщает отцу, якобы мать ему сказала, что она, по приглашению его отца, отправилась к нему же. Гриб старший в шоке. Ну, что? Ну, что, до сих пор еще не пришла? Ну, куда, кто? Ну, кто? Уленая. В смысле, она же к тебе поехала. Куда она ко мне поехала? Так, секунду, подожди. В смысле? Ну, в прямом смысле. Она сказала, что ты ее позвал к себе. Она к тебе поехала? И когда ты с ней разговаривал? Еще не помню. Сколько времени? А, ну, может, не помню, может, часов в семь. Ну, ясно. Все понятно. Ты хоть спишь или что-то там делаешь? Нет, не сплю. Сижу тут, жду, когда ты мне позвонишь. Ну, ладно, добрый, давай, на жизнь спи. Ты как, где она? Ну, не знаю, сейчас буду звонить. Да звони. Давай. Но легко сказать, позвоню. И куда тяжелее дозвониться. Лишь пятая попытка связаться с гуляющей супругой увенчалась успехом. Алло. Гулять не надоело? Ну, мы тоже гуляем, а что? Ты же гуляешь. Я гуляю. Я уже дома, блин. И ты дома? Я дома, блин. Где? Где, у себя на базе? Ну, хорошо, я разом с тебя. Ну, вот. Мы тоже в воле гуляем. Вот, там, свой дискотеку устроили. Рауке поем. Серьезно? Хуя, 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 хуя. Пора поедем домой, но... Слушай, не поднимай нервы. Ни мне, ни ребенку. Едь домой. Потому что только что разговаривал с вами. Пожалуйста, снять, а. Слушай, блядь. Не порти... Не пойти домой. Не порти себе завтра день рождения. У меня день рождения. Все, пока. Так как Вероника определилась и решила быть осраны и кончены. Андрей решил отомстить способом, хорошо знакомым не только его жене. С этой целью, идущей вразрез с понятием супружеской верности, Гриб-старший позвонил, скажем так, своей близкой подруге, директору Борисовского дворца культуры имени Максима Горького, Жариковой Анне Константиновне. Особого шарма Грибной Санта-Барбаре придает тот факт, что любовница Андрея Анатольевича является коллегой его жены не только по постельным делам. Во время выборов 2020 года Жарикова являлась председателем участковой избирательной комиссии номер 27 в Борисове, где вместе с 11 подельниками также отличилась фальсификацией итогов голосования в пользу дряхлого диктатора. Но на этот раз вместо сладкой мести мужа-рогоносца ждал пролет. В прямом смысле этого слова. Любовница, но никак не могла помочь, так как вылетела в это время шарм-эль-Шейх. Как говорится, извини, Андрей Анатольевич. Но египетский курорт – это не Борисов. Андрей Анатольевич. Добрый вечер. Я извиняюсь. Может, разбудим? Нет, конечно, не разбудим. Сижу и думаю, как это так вы там празднуете без девочек? Да. Наверное, думаю, вам скучно. А чего вы уже так разошли? Я уже на базе. В этой холодильнике? Да. Холодиль вообще, блин, один мой. А это, друзья, Кирпиченко. И по соседству? Ну так складывайтесь в домик, кому спите. Я не... Это был проверочный вопрос. Ага. Начинается. Я же вас плохо знаю. Так где вы? В аэропорту, что ли? Ну вот уже сейчас отъезжаю, да. Подъезжаю? Ну так я же звоню по этому поводу. Ну, все хорошо. Мало ли какая помощь надо. Ага. Я теперь могу на вас рассчитывать? Ну... Иногда, да. Иногда, да. Хорошо. Хорошо. Спасибо. Это важно. Ясно. А звоните тогда, скажите, что все хорошо вылетает. Чтоб я уже не переживал. Что вы уже будете спать? Я? Ну, смотрите, пожалуйста. Тут звонит. Дюймная часть. Как можно выбрать? Хорошо. Можно звонить барабанную стенку? Ну, хорошо. Что ты хочешь сказать? В стенку прямо? Вам там в это арсбукоморзе через стенку? Ну, тут слышимость. Такая, что можно... Не пугайте меня. Прослышимость мне не рассказывайте. Ну, тогда он спал. Сейчас вы в чём? Точно? Да. Ну, успокоили. Хорошо. Тогда вы сразу же уехали. Это женщина громкая. Ничто не оставалось. Ой, хорошо. Хорошо позвонил. Всего доброго. Пока. Пока. Счастливо. Ну, что ж, раз месть не удалась, пожалуй, стоит вновь набрать жену. Такая вот логика. Впрочем, логика логикой. Но я напомню, до Вероники Михайловны, когда она в загуле, ещё попробует дозвониться. Начиная с часа 38 минут ночи, лишь с девятой попытки между супругами установилась связь. Телефонная. Телефонная. И говорю ей, пускай она едет, проверяет внука. Я звоню нахуй. Я позвоню своей матке. Звоню. Причём тут моя матка? А ты здесь моя мать? Гуляешь. А при чём здесь моя мать? Ты гуляешь. Я гуляю, всё, давай, звоню нахуй. И вот в сюжете появляется тёща. Как настоящий полковник, Андрей Анатольевич поливает свою жену последними словами, прикрываясь при этом якобы больным ребёнком. Вот это поворот. Андрей, что? Анна Славовна, я извиняюсь. В 2 часа ночи звоню гулящий где-то на дискотеке отдыхает. Ваня звонил. Она ж дома была, мне звонила. Какая она дома была? Она на дискотеке. Что я вас обманываю? А мне подсказала, я дома. Да какой я дома? Я звонил ребёнку в течение часа. Да она не слушает её до фонаря. Так я Ване звоню, друг не берёт. А это он говорил, мне плохо, папа, я там боюсь и всё остальное. Я говорю, езди хотя бы ребёнка посмотри, при чём тут это фонаря. Ужас, я сейчас ей звоню. Блядь, ну какая там дура, я её понял. Ну не знаю, один ребёнок ко мне. Я дома, я уже приехал, я еду. Ну, на дискотеке, блядь, музыка играет. И там трубку слышу, возьми, ты хоть телефон уже надоёл барабанить. Сейчас я позвоню ей ещё. А Ваня уже звонит ей или нет хоть? Ваня не отвечает. Тоже не отвечает? Так я же поэтому переживаю. Пускай ещё едет, посмотрит, что там уже случилось с ребёнком. Довела. Ужас, я сейчас... Ну, она ответила, как ты сказал, где-то спроси. Она сказала, пошёл ты нахер. Ужас, ужас, пошёл ты нахер, а. Сейчас, Андрей, я позвоню, попробую. У меня ключей нету, так иду домой быстрей. Какой у нас домашний номер телефона? У меня ключей нету, собирайся, какие там... Это ты дурак, собирайся, у меня нет ключей. Давай, собирайся, пейзу домой. Быстро, едь, у меня ключей нету. Давай, едь домой. Нету, значит... Я не открою дверь. МЧС вызывай на... Я не буду вызывать МЧС, давай, я тебе буду сдачать. Пускай режут. Ну, что ты нахер едешь? Позволь мне звонишь. Я роду домашний какой у нас. На домашний номер. Я не знаю, блядь, придурок ты. Ведь домой у меня ключей нету, дебил. Как блядь, блядь. Что в нахер? Короличка. Предложенный женой маршрут неожиданно разбудил в Андрея Грибе давно забытого оперативника. Мгновенно созрел очередной блестящий план. Как поставить на место взорвавшуюся стерву, забыв, что он звонит не в дежурку, а собственному несовершеннолетнему сыну в 2 часа ночи, когда нормальные люди уже давно спят, Грибной Мститель решает провести своеобразный оперативный эксперимент. Грибной Мститель Грибной Мститель Грибной Мститель Грибной Мститель Грибной Мститель А сын, проклиная все на свете, принялся фотографировать горе-родительницу. Грибной Мститель 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 Грибной Мститель